И в таком понимании у апологетики есть четыре важных функции. Зачем апологетика нужна в нашей жизни? Давайте мы попробуем с вами на эти функции посмотреть. Прежде всего мы говорим об апологетике как защите истины. Необходимость отстаивать целостность и здравость учения Христова возникла с самых первых веков христианства. Потому что уже в первые века появились люди, которые стали говорить о том, что учение христианское, то, которое мы с вами принимаем, в которое мы верим, на самом деле ложно. Они говорили о том, что понимать его следует иначе. И они проповедовали свои собственные фантазии, выдавая их за Слово Божие. И в этом отношении Господь говорит о том, что мы должны подвязаться за веру, однажды преданную святым. Или твердо стоять за веру, однажды преданную святым. Послание Иуды, 3 стих. В другом отрывке апостол Петр призывает нас всегда быть готовыми дать отчет в нашем уповании. Всякому, кто спрашивает у нас этого отчета. По сути дела это обозначает, что если сегодня ночью, в полночь, у вас откроется дверь вашей спальни, и к вам придет банда святеля Иегова и спросит вас, почему вы верите, что Христос Бог, вы должны быть готовы дать им отчет. Объяснить, почему вы верите, что Христос Бог. Если к вам на улице, когда вы куда-то спешите, подходит банда атеистов и спрашивает вас, почему вы верите, что Библия истина, вы должны быть готовы дать им ответ, почему вы верите, что Библия истина. Будьте всегда готовы всякому, спрашивающему вас ответа отчета в вашем уповании, дать ответ скротостью и благоговением. Всегда и всякому дать ответ отчет в вашем уповании. Вторая функция апологетики это обличение заблуждений. Обличение заблуждений. Мы говорили с вами о том, что наша цель позитивна, и мы хотим спасти человека, мы хотим показать ему истину. Однако защита совершенно не обязательно должна быть пассивна. Как говорят некоторые люди, лучшая защита это нападение. И на самом деле, когда христиане видят, что вокруг них происходят какие-то нехорошие вещи, если мы с вами верим во Христа, если мы любим людей, мы естественно как-то реагируем на них. Мы не можем просто молчать и смотреть на то, что это происходит. Если христианская церковь живет и не замечает, что рядом с ними проповедуют свидетели ИГУ, или мормоны, или христианская наука, или мунист, или кто-то еще, если мы ничего не делаем для того, чтобы объяснить людям, живущим вокруг, неверующим и верующим, что это ложное учение, значит мы с вами не до конца выполняем то, что мы должны делать. Более того, то, что мы одни с вами можем сделать. Потому что христианская церковь это единственные люди на земле, которые могут показать людям четко и ясно разницу между правдой и ложью, а значит между жизнью и смертью. И поэтому наша с вами задача не быть равнодушным к тому, что происходит вокруг нас, благовествовать этим людям, как тем, кто проповедует ложные учения, так и тем, кто может стать объектом ложных учений. И поэтому, когда человек, живущий рядом с нами, мы знаем об этом, исповедует ложные учения и проповедует их, соответственно, наша с вами задача обличить его заблуждение и показать ему, где находится истина. По сути дела, все новозаветные послания, которые дошли до нас, все, что мы имеем с вами в Новом Завете, представляют собой заочную полемику с ложными учениями, с гностиками, с иудействующими и прочими людьми, исповедующими ложные учения. Господь призывает нас не только не участвовать в бесплодных делах тьмы, но и обличать. Послание к Ефесянам, 5 глава, 11 стих. Ефесянам 5, 11. Третий момент. Третья функция апологетики. Апологетика является еще и проповедью истины. Проповедью истины. Этот момент очень важен. Очень важен, потому что, если мы с вами вступаем в диалог с другим человеком, с человеком, который верит во что-то отличное от нас, с человеком, который исповедует какие-то ложные убеждения, и при этом не ставим своей целью привести его ко Христу, то мы с вами напрасно тратим свое и его время. У нас может получиться замечательный спор. Мы можем замечательно показать человеку, насколько мы с вами грамотны, насколько мы хорошо знаем Библию. Мы можем достичь массы разных целей и можем уйти абсолютно довольными. Но наша цель не достигнута до тех пор, пока человек не услышал Евангелие. И в идеале, если он не поверил в это Евангелие и не стал частью христианской церкви. Ради этого мы с вами стараемся. К этому мы с вами стремимся. Мы не просто пытаемся разоблачить лжеучения других людей. Мы пытаемся показать людям истину. Ради этого все остальное существует. Есть один принцип, который очень важно помнить и понимать. Еще ни один человек не стал христианином, потому что ему доказали, что Христос Бог. Еще ни один человек не стал христианином, потому что ему доказали, что Библия истинна. Вера это дар Божий, это не то, что происходит в результате логических заключений у нас в уме. Возникает как бы некий вопрос, о чем мы тогда с вами здесь говорим? Зачем тогда нужна апологетика, зачем нужно все, о чем мы с вами будем говорить в ближайшие несколько часов? Апологетика помогает устранить те препятствия, которые стоят на пути веры человека. Она помогает убрать то, что мешает человеку поверить во Христа. Она помогает человеку понять, в какого Христа мы предлагаем ему поверить. Она помогает убрать те ложные образы, те ложные учения, которым напичкали его мозги различные лжеучителя, различные книжки, в которых он начитался. Мы помогаем человеку увидеть истину, в которую мы хотим, чтобы он поверил. Но целью нашей является нехорошо с человеком поспорить. Наша цель является показать человеку истину. И в этом отношении именно этот момент является определяющим для всего, что мы делаем. Мы хотим, чтобы человек услышал истину. Мы хотим проповедовать ему Евангелие. И отсюда следует один очень практический вывод. Когда вы говорите с человеком, который проповедует или исповедует ложное учение, очень важно говорить с ним о том, что ведет его к познанию Христа. Можно, конечно, спорить о каких-то мелочных вопросах. Да, о том, что нужно носить юбки или брюки. Или должен быть ваш галстук в горошек или в полоску. И у вас, возможно, получится замечательный разговор на эту тему. Но если вы через полчаса спора докажете человеку, что галстук должен быть в квадратик, он от этого не станет ближе ко Христу. Очень важно, чтобы наш разговор с человеком, чтобы наше апологетическое взаимодействие с ним было направлено к тому, чтобы человек узнал Христа. Чтобы он покаялся и пришел к познанию истины. И поэтому говорить надо о самых важных вещах. Тем более, что очень часто человек, с которым вы говорите, второй раз может к вам уже не прийти. Очень важно, чтобы в те 5 или 10 минут, которые у вас будут, чтобы человек услышал христианское Евангелие. Чтобы у него в голове в подкорке отложилось то, что в потенциале когда-то может его спасти. Очень часто мы с вами думаем, что если мы проповедовали человеку Христа, и человек не покаялся у нас на глазах, человек не упал на колени, со слезами не произнес, что он грешник, что он нуждается в спасении. Мы часто думаем, что мы потерпели неудачу и все, что мы делали, было напрасно. Абсолютно нет. Господь говорит о том, что слово никогда не выходит от него напрасно. Его слово всегда делает то, что Господь от него хочет. И поэтому, если мы с вами проповедовали человеку Евангелие, если мы с вами рассказали человеку то, что Господь хочет, чтобы человек услышал, мы с вами потерпеть неудачу не можем. Мы не можем человека изменить и сделать его христианином. Наша задача быть верными свидетелями того, во что мы верим. Если мы верно, без искажений рассказали человеку о том, что является для него самой главной вестью в его жизни, что Христос умер за него для того, чтобы он имел вечную жизнь, что он грешник, у которого нет иной надежды на спасение, кроме Христа, рано или поздно Господь может призвать это ему на память. И вы знаете, на самом деле есть много историй людей, которые однажды слышали эту проповедь Евангелия и которые на протяжении следующих десятков лет никогда о ней не вспоминали. И в нужный момент, когда у них в жизни все было плохо, когда все шло наперекосяк, они совершенно случайно брали в руки Библию, находили какое-то подчеркнутое место, которое христиане когда-то им приводили в качестве объяснения Евангелия, и Господь через это место давал им понимание истины. Я знаю таких людей, я знаю, как это происходит. Мы в Библии с вами видим, как это происходит. Вспомните замечательную историю о том, как апостол Павел будущий, а тогда еще Саввел, молодой фарисей, присутствовал на побиении камнями Стефана. Помните, да? Молодой человек, который горел ненавистью к христианам настолько, что потом выпросил разрешение пойти в соседний город и там сажать христиан в тюрьму и убивать их. А тут его по молодости лет не дали возможности поучаствовать в побиении камнями. Он стоял сбоку, сторожил одежду. Явно человек горел ненавистью. Явно человек не хотел слышать ничего из того, что говорил Стефан. Стефан говорил очень много замечательных вещей. И Писание показывает нам, что спустя много десятков лет, когда апостол Павел сам предстал на суд перед римским прокуратором, он вспомнил то, о чем говорил когда-то Стефан. В его словах мы слышим отголосок того, что Стефан когда-то сказал, что Бог не в рукотворенных храмах живет и не требует служения рук человеческих, сам давая всему и жизнь, и дыхание, и все. То, что мы с вами проповедуем, не остается напрасным. Но Господь это способен востребовать у человека, привести его на память и сделать так, что это послужит человеку во спасение. Мы должны проповедовать истину. Мы должны проповедовать именно ту истину, которая ведет человека ко спасению. Мы не можем человека спасти, мы не можем человека сделать христианином. Наша задача верно проповедовать Евангелие. Беда в том, что в наше время люди не только не знают истины. В наше время люди, к сожалению, перестали верить в то, что истина вообще существует. И многие люди говорят о том, что истины одной вообще нет. У каждого человека своя правда. Ты веришь в это, я верю в это. То, что дает твоей жизни смысл, то, что тебе нравится, в этом и есть истина. И поэтому, к сожалению, на нас с вами сегодня лежит еще одна очень большая задача. Не только показать людям, в чем истина заключается, но еще и показать им, что истина вообще есть. Что истина есть, и путь есть, и жизнь есть. И все это заключено в одном человеке, во втором лице Троица, ставшем человеком, который умер за нас на Голговском кресте. Четвертый момент, очень важный, называется апологетика. Это стимул к познанию истины. Стимул к познанию истины. Четвертая функция апологетики. Во всех делах, к которым Господь нас призывает, во всех служениях, которые Господь нам дает, во всех поручениях, которые мы получаем от Него, сокрыт некий внутренний подарок, некая внутренняя награда. Каждый раз, когда мы делаем с вами свое дело хорошо, было гордость, мы получаем что-то в ответ. Это не материальное вознаграждение, это не медали, не погоны, не слава человеческая. Это духовная награда, которую мы получаем, когда хорошо делаем свое дело. И вот у занятий апологетикой тоже есть одна замечательная награда, которая сокрыта в самом этом служении. Всключается она в следующем. Именно апологетика, именно необходимость защищать то, во что мы верим. Именно столкновение с теми людьми, которые верят во что-то отличное от нас, заставляет нас снова и снова перекапывать Писание, снова и снова перекапывать то, во что мы верим, еще лучше познавая истину Христову. Очень часто мы с вами, как христиане, живем в неком духовном парнике. Вокруг нас люди, которые верят в то же, во что верим мы. Вокруг нас люди, с которыми нам нет необходимости спорить. Люди, которые согласятся практически со всем, что мы говорим о Христе, о Боге, о Писании, о христианской жизни. И очень часто мы с вами принимаем какие-то вещи как данность. Мы принимаем какие-то вещи, которые нас научили, мы даже не пытаемся найти им доказательства, не пытаемся найти им основания. И когда появляется человек, который говорит, а я не понимаю, почему я должен делать так, а не так? Почему ты говоришь, что Христос Бог, а не ангел? Почему ты говоришь, что мы спасаемся благодатью и дела наши ни при чем? Именно в этот момент у нас своим появляется благословенная необходимость снова залезть в Писание и перелопатить его сверху донизу, для того, чтобы найти ответ на тот вопрос, который мы себе никогда не задавали. И чем ближе к нам тот человек, который задает вопрос, тем с большей ревностью мы ищем ответ на тот вопрос, который нам задали. Когда мы сталкиваемся с людьми, которые задают нам отличные от нас вопросы, от того, во что мы верим, у нас возникает желание и необходимость найти ответ на этот вопрос. И поэтому в каком-то уникальном смысле очень важно ценить тех людей, которые задают вопросы, которые мы сами не задаем себе. Господь не напрасно попустил, что вокруг христианской церкви были инакомыслящие, потому что именно так мы с вами растем, именно так мы с вами познаем то, во что мы верим. Вспомните историю христианского богословия. Все вселенские христианские соборы собирались для того, чтобы провернуть ереси. Все развитие христианского богословия шло от одной ереси к другой. Христиане давали ответ твердый, библейский, обоснованный на ложные учения тогда, когда они возникали. И именно так мы с вами получили то христианское богословие, которым мы живем сегодня и которым мы передаем из одного поколения в другую. И сегодня перед нашей церковью стоят опять же новые испытания, новые вопросы. И когда мы дадим ответ на них, мы станем знать христианскую истину еще немного лучше и сможем передать тому поколению, которое придет за нами, эту истину еще на один шаг, на одну ступень большую, еще на один шаг лучше развитую. Мы дадим людям чуть-чуть больше наследия, чем мы с вами получили сами. Один замечательный человек, который очень многое сделал для развития христианского богословия, человек, благодаря которому мы все с вами в общем-то сидим в этой комнате, человек, которого апостол одновременно и на Западе, и на Востоке, как одного из светил христианского богословия, Блаженный Августин, он же Августин епископ Гиппонский, однажды писал следующее. «Если бы не было гордости, не было бы ни еретиков, ни раскольников, ни образованных плотью, ни почитателей тварей и кумиров. Но с другой стороны, если бы не было подобных людей, прежде обетованного народу совершенства, то истина исследовалась бы с гораздо большей леностью». Если бы не было гордости, не было бы всех этих людей, которые причиняют нам столько много неприятностей. Но если бы их не было, как бы сладко мы с вами спали, как бы замечательно мы с вами жили, не заботясь о том, чтобы вкопаться в детали своего учения. Нам всем хватало бы апостольского символа веры, и мы замечательно жили с ним от начала до конца. Я не могу сказать, что это очень плохо, но Господь нам дал гораздо больше, чем это. Господь нам дал полторы тысячи страниц Писания, которые мы с вами должны понимать, в которые мы должны вникать. И тем стимулом, который заставляет нас это делать, являются как раз вот эти ложные учения. Видеосеминария ТВС. Благотворительный проект. Наш общий вклад обеспечит доступное христианское образование и формирование сотен служителей по всему миру. Поддержите наш проект молитвой и финансами. О чем молиться и как пожертвовать вы можете найти на сайте www.tvseminary.com Четыре функции христианской апологетики. Защита истины, обличение заблуждения, проповедь истины и стимул к познанию истины. Обобщить все это можно словами замечательного проповедника предтечи реформации, которого звали Ян Гус. Чтобы вы лучше поняли значение его слов, напомню о том, что этот человек в конце концов погиб мученической смертью, его сожгли на костре за то, что он проповедовал. История сохранила такую историю, такой анекдот, не в смысле смешной, а в смысле некая жизненная картинка, что когда Гус изжигали на костре, он увидел, что некая богомольная старушка подкладывает щепочку в его костер, и он произнес слова «святая простота», «Санкта симплицитес». Сохранила для нас история такую фразу. Но сохранила она еще одну фразу, которую он сказал, и она хорошо обобщает все, о чем мы говорили с вами до сих пор. Он сказал «Ищи истину, слушай истину, проповедуй истину, люби истину, пребывай в истине и защищай истину до самой смерти». Ищи истину, слушай истину, проповедуй истину, люби истину, пребывай в истине и защищай истину до самой смерти. Ян Гус хорошо узнал, о чем он говорил. Мы знаем об этом благодаря концу его жизни. Писание говорит, поминайте наставников ваших, вспоминая конец их жизни, подражайте вере их. Это тот самый случай, когда нам нужно прислушаться к словам человека. Это не Библия. Эти слова не имеют веса Священного Писания, но они замечательно обобщают все то, о чем мы с вами говорили, и замечательно обобщают саму цель, ради которой мы с вами живем. Защищать истину является частью нашей с вами повседневной обязанности. Это то, ради чего мы с вами в том числе существуем здесь, на этой земле. На протяжении ближайших часов мы будем с вами говорить о разных ложных учениях, которые люди проповедуют, о том, как можем защищать христианскую истину от всяких этих ложных учений. На самом деле у апологетики есть очень много разных сторон. Есть философская апологетика, которая говорит о том, чем христианское мировоззрение лучше, чем материалистическое мировоззрение, или пантеистическое, или еще какое-нибудь. Есть научная апологетика, которая посвящена разговору о том, что под учением христианства лежит твердое научное основание. Этим занимается в частности научно-аппологетический центр в Симферополе. Есть библейская апологетика, которая говорит именно о том, что Библия, каждое слово Библии является правдой. Нам с вами предстоит разговор о конкретном сегменте апологетики. Мы будем говорить с вами о том, как защитить наше христианское вероучение от современных ложных учений. Мы не будем с вами говорить о всем спектре христианской апологетики, будем говорить именно об этом конкретном моменте. Но постараемся с вами рассмотреть этот момент как можно более подробно. Нам необходимо об этом поговорить, потому что, подобно тому, как врач должен понимать природу болезни, чтобы излечить своего пациента, так и мы с вами должны понимать природу тех опасностей, с которыми мы с вами сталкиваемся, для того, чтобы выполнить то поручение, которое Господь нам дал. Продолжение следует... Продолжение следует...